когда приходит ко мне гости они всегда просят добавки риса этот рецепт простой а рис получается рассыпчатый и очень вкусный пользуйтесь друзья и смотрите видео всем привет друзья рада вас приветствовать на нашем канале найди свой рецепт сегодня будем готовить рис по многочисленным просьбам наших подписчиков читателей в комментариях елена у вас такой замечательный рассыпчатый рис научите как вы его делаете делаю это с большим удовольствием и делюсь с вами секретами пятью секретами приготовления рассыпчатого воздушного риса для этого нам нужно правильно выбрать рис в нашем случае рис длиннозерный также подойдет средний зерный рис и пропаренный будет отлично в первую очередь мы должны замерить его мерной посудой может служить обычный стакан и я насыпаю один стакан риса и две части мы должны взять воды то есть и два стакана воды мы должны взять на стакан риса вот такая пропорция а следующее самое важное правило я даже бы уделила ему большее значение является промывание зерна рис мы должны промыть до прозрачности воды можно это сделать через душлаг и я всегда промываю лист под проточной водой включая воду и промывая до той степени пока у нас вода не станет прозрачной делается это очень легко и просто обратите внимание рис я как бы вот так вот прям беру в руку и мою смываю весь налет и мука которая присутствует вот именно в такой воде обратите внимание видно что вода у нас мутная наверное раз десять мне пришлось промыть рис хочу вам показать какая у нас стала прозрачная водичка и еще затронуть интересную тему замачивать или не замачивать злака я считаю что замачивать нужно потому что рис тогда равномернее приготовиться у вас не будет один сыринка и другой готовый минимальное время замачивания 30 минут мы сейчас его оставим на 30 минут а максимальная вы можете например если с утра будете готовить рис то в ночь его замочите великолепно быстрее приготовиться и равномернее советую рис замачивать это третье правило крупа наша прекрасно настоялась и следующий этап у нас идет в варке все-таки какой же водой заливать рис при варении горячей или холодной особой разницы нет но если вдруг вы плохо промыли риску советую вам все-таки воспользоваться кипятком а соотношение не забудьте один к двум сливаю воду и отмериваю два стакана вара ставлю кастрюльку на самый высокий огонь и довожу наш рис до кипения немножко перемешать я всего лишь единожды слишком не увлекайтесь процессом перемешивания рис тогда будет вырабатывать клейкость такую не увлекайтесь раза два-три за время варки друзья если все-таки так получилось что рис вы залили холодной водой а то вы сразу же его должны накрыть крышкой и довести до кипения рис у нас уже закипает я перемешиваю понижаю температуру варки ставлю на единицу а накрываю крышкой засекаю время 10-15 минут варки конечно это зависит от того какой сорт риса это зависит от того замачивали мы рис или нет естественно на готовность я его обязательно попробую а ну 10-15 минут вот в таком виде мы готовим с вами рис 10 минут прошло я подсаливаю рис делаю это в конце варки обратите внимание чтобы он как можно меньше был клейки вот накрою крышкой сейчас и дам постоять минут пять выключаю плиту полностью крупа наша готова и нам необходимо последний соблюсти секрет это обязательно промыть рис чтобы у нас рис к рисинке получился друзья делаем это под холодной и проточной водой выкладываю в дуршлаг и включаю под всем напором воду помогаю ложкой перемешиваю рис как следует и промываю прям под хорошей струей делаю это в течение наверное 3-4 минут вот как следует прямо промываю готовой крупе мы даем хорошо стечь и выкладываю ее на блюдо а если друзья вы будете хранить риса для дальнейшего приготовления вы его приготовили на запас то необходимо обязательно его заправить растительным маслом чтобы он у вас не ссыхался я выкладываю на блюдо по такому принципу можно приготовить любой рис вот посмотрите какой у нас великолепный как говорится рисинка к рисинке желаю вам приготовить такой же замечательный рис сейчас я еще его немножко с добрю растительным маслом конечно придам ему такой вид шикарнейший небольшое количество чуть-чуть пожалуйста рис вам как гарнир и пожалуйста как полуфабрикат к салатам к различным закускам посмотрите какая красота какой он замечательный и красивые советую вам соблюдать технологию нашего приготовления за 10 минут мы с вами приготовили шикарный гарнир кстати который обожают мужчины если возникли вопросы пишите комментарии ставьте лайки не забудьте подписаться на наш канал найди свой рецепт ссылочка под видео до новых встреч друзья пока пока